Дарья Ковалевская В Доме ученых состоялось открытие выставки работы воспитанников домов-интернатов Луганской Народной Республики книгам знаменитого путешественника Федора Конюхова. О чем мечтают современные дети, разбиралась моя коллега Дарья Валиахметова. Сегодня в Москве открылась выставка рисунков детей Донбасса. Мальчику, который нарисовал эту картину, только 7 лет. Он никогда не видел мирного неба. Вся его жизнь проходит под разрывы снарядов. Но посмотрите на картину. Здесь только яркие краски, солнечный закат и счастье. Эта картина не про реальность, это картина про надежды, надежды на мир, даже в его маленькой, совсем молодой жизни. Ни профессиональные военные, ни репортеры, ни медики, ни один взрослый не видит войну так, как видят ее дети. И хоть на этой выставке речь шла о мире, в каждой работе читалась вселенская печаль ребенка, для которого самая заветная мечта – жизнь без войны. Мы привезли гуманитарную помощь, там были, в общем-то, и сладкие вещи, и прочее, прочее. А дети до этого голодали, что-то там готовили на костре. И меня поразило то, что дети как бы вот не на пряники и на сгущенку обратили внимание. Вот, но для них очень важно творить, рисовать. А если при этом есть отдача, Советский фонд мира предложил площадку и напишут детям грамоты, вы не представляете, какая для них это радость. В рамках мероприятия был проведен благотворительный концерт Большого детского хора имени Попова при участии звезд отечественной эстрады. Все вырученные из билетов средства пойдут на покупку детских вещей и предметов для творчества, которые совсем скоро будут отправлены на Донбасс с гуманитарным конвоем. В этой выставке выражаются практически все потребности тех республик, в которых сейчас проходит миротворческая наша миссия. И дети этой республики, которые последние 8 лет находятся в таком состоянии, тем более по мотивам Федора Конюхова, все вот эти вещи, это путешествие, это радость, это общение, это дружба, это мир. И это все проявляется через их творчество. По каждому рисунку, словно по книге, можно прочесть мечты и чаяния этих ребят. Кто-то мечтает увидеть живого белого медведя, кто-то полетать на воздушном шаре, а кто-то искупаться в море. Очень хочется пожелать им исполнения заветных желаний, а главное – мирного неба над головой, без которого все остальное не сможет осуществиться. Дарья Валиахметова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». На экраны вышел мультфильм «Суворов. Великое путешествие». В картине речь идет о приключениях 16-летнего юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова. Героем может стать каждый, убедилась моя коллега Евгения Фахурдинова. Простому юноше Грише предстоит разлучиться с любимой по имени Соня и отправиться в великое путешествие. Он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного швейцарского похода. Поверив в себя, он бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. В мультфильме речь идет о подлинном героизме, напомнить о котором сейчас может быть важно как никогда. Все русскоговорящие люди, родившиеся или душевно, духовно относящиеся к России, они все являются наследниками всех наших удающихся предков. А мы именно должны давать понять наших детям, что у них вот еще и такие есть, а не только спайдермены и железные человеки. Критики дали высокую оценку мультфильму, подчеркнув необычную сюжетную линию, интересное музыкальное решение и историческую достоверность. Но главную оценку, конечно же, дают маленькие зрители. Самое интересное, как они проходили этот путь весь. И самое интересное, как сам Гриша, хотя у него не были такие хорошие физические показатели, но он сумел выжить в этой войне и вернуться на родину. Все образы, представленные в фильме, родились в результате длительного творческого поиска, который позволил соблюсти идеальный баланс между историей, современными визуальными решениями и тенденциями в анимации. Если вы хотите в легкой и приключенческой форме познакомить ребенка с историей, то добрый мультфильм о дружбе и любви ждет вас в кинотеатрах. С первым майским теплом сердца всех выпускников школ начинают биться чаще. Ведь впереди их ждет первое серьезное испытание – поступление в высшее учебное заведение. В этом году бюджетных мест стало больше на 11,5 тысяч. Стоит ли из-за этого расслабляться? Расскажем далее. Приемная кампания в вузах в 2022 году развернется 20 июня. Не позже этого дня все университеты обязаны будут начать прием документов от абитуриентов. В этом году на ЕГЭ придут выпускники, которые не имеют опыта сдачи экзаменов, ведь они не сдавали ОГЭ из-за пандемии. Поэтому можно предположить, что результаты могут быть чуть ниже, чем у выпускников прошлого года. Я знаю, что ребята очень волнуются, потому что сам экзамен на 9 классе, он не такой серьезный, но он является очень хорошим таким этапом перед тем, как прийти на ЕГЭ на более важный экзамен. На сожалению, из-за того, что ребята пропустили этот этап, или из-за того, что в последние годы обучение шло дистанционно, и с многим мы готовимся дистанционно, они действительно переживают. Я их настраиваю на то, что они молодцы, на то, что они все знают, на то, что они все смогут ответить. Главное – подготовка. Многие выпускники планируют поступать в ведущие вузы страны, но для этого им необходимо преодолеть непростой внутренний экзамен. Вопросы в нем сильно отличаются от привычного ЕГЭ и требуют больше творческого подхода и умения логично выражать свои мысли. ЕГЭ – это некая совершенно обезличенная демонстрация своих знаний. И все. Что за этим стоит, мы не знаем. Мы не знаем, какой это человек, мы не знаем его отношение к этим знаниям, мы не знаем его цели, направленности, понимаете? А вот экзамен персональный, он позволяет отобрать, и это очень важно, отобрать тех, которые действительно хотят и работать, и учиться, и быть полезными обществами. Миноборнауки объявила о том, что выпускники школ Донбасса смогут поступить в высшие учебные заведения России на специальных условиях. Также домой вернулись студенты, отчисленные из заграничных вузов по политическим причинам. Для всех них в российских вузах создали дополнительные учебные места. Поэтому переживать о сильно возросшем конкурсе при поступлении не стоит. Однако воспринимать поступление в вуз как игру или что-то несерьезное все же не надо. Ведь это шаг во взрослую жизнь. В Московском доме книги прошла презентация очередного 29-го тома собрания сочинений Александра Солженицына, вобравшего в себя автобиографическую и мемуарную прозу периода эмиграции. Вдова классика рассказала о создании книги и ответила на вопросы читателей. Вдова и ближайшая помощница писателя Александра Солженицына Наталья Дмитриевна теплым весенним вечером в московском доме книги на Арбате встретилась с поклонниками творчества ее мужа и рассказала о том, как была написана эта книга в пяти частях, которые сам автор собрал под названием «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Прямо намекая на свое положение между непринимающим его творчества советской Россией и Западом, который при ближайшем рассмотрении оказался не таким уж оплотом свобод. Он прочитал «Войну и мир» Толстого в 10 лет. Конечно, ничего не понял ни в философских рассуждениях, любовные линии его не интересовали в 10 лет. А вот историческая страна его абсолютно поразила. И это запало очень сильно в него, вот эта огромная историческая эпопея. На этой творческой встрече можно было увидеть множество юных лиц, которые пытались уловить каждое слово, произнесенное со сцены Натальи Дмитриевной. Почему Солженицын актуален по сей день и так близок к подрастающему поколению? Потому что всегда есть какая-то контрпозиция, и случаются времена и события, когда она назревает особенно остро. И я думаю, что мы сегодня переживаем что-то подобное, поэтому случайности не случайны, и сегодня мы вот снова возвращаемся к работам Солженицына, к его идеям в том числе, к его позиции социальной в том числе. Эта книга является хроникой 20-летнего изгнания писателя. Автор рассказывает о той ситуации, в которой он оказался, едва уяснив, что борьба с коммунизмом в глазах западных политиков и интеллектуалов подразумевает борьбу с Россией. Он не мог этого принять и всегда отстаивал честь своей страны, даже если это насылало на него политический гнев западных стран. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин